Любое собеседование это стресс, и те люди, которые говорят, что они не волнуются на собеседовании, это вероятнее всего как раз кадровики, ну потому что, собственно, нам что волноваться, это наша работа, но когда даже мы попадаем на собеседование, мы очень волнуемся. Итак, главная история про собеседование, мы действительно все практически не умеем себе продавать, надо научиться продавать, показывать себя так, чтобы проходить собеседование очень хорошо. Это вполне научаемый навык. Любое собеседование по структуре строится следующим образом. Сначала кадровик спрашивает вас о вашем опыте работы, потом немножко рассказывает о вакансии, и потом вы взаимно задаете друг другу вопросы. Самый стрессовый, это как раз первая часть, тот момент, когда вы еще пришли, вы ничего не знаете, не понимаете, вы пришли, вам страшно, вам волнительно, вам надо что-то рассказывать, это все довольно такая травматическая история. Что, собственно, нужно сделать? Мы считаем, что, допустим, у вас хорошо сделаны резюме, мы говорили о правильно сделанном резюме в роликах раньше, о них много можно почитать на работе Ром. Соответственно, у вас есть сделанное резюме. Хорошо, возьмите его, пожалуйста, и, как ни странно, выучите его. Далее вы берете телефон, на любом телефоне сейчас есть диктофон, садитесь перед большим зеркалом, зеркало должно быть в рост, и рассказываете свое резюме, записывая его одновременно на диктофон. Когда вы это сделали, вы остановились, при этом вы смотрите в зеркало, видите ваши жесты, мимику, то, как вы разговариваете, манеру подачи себя и все, 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 все. После того, как вы это сделали, вы остановились, вы взяли, собственно, диктофон и услышали то, что вы говорили. Ужаснулись, точно ужаснулись, значит, соответственно, прослушали, исправили, и снова сели, и снова рассказали. Итак, делаем 10 раз первый день, то есть слушаем, исправляем ошибки, смотрим, снова рассказываем. На это у вас уйдет где-то 3,5-4 часа. После того, как вы это сделали, раз 8-10, после этого вы должны лечь спать, собственно, для того, чтобы это уложилось глубоко. Важно, бессмысленно просто рассказывать, надо каждый раз останавливаться после рассказа, слушать и анализировать, и работаем только так. После того, как вы это сделали, следующий раз вы проснулись, и на следующий день сделали это еще 5 раз. После того, как вы общей сложности сделали это 15 раз, вы проверяете следующую вещь. Если у вас правильно вы все сделали, и было хорошо составленное резюме, то в конце вы получаете связанный рассказ, который уже не выглядит, как выученный рассказ о себе. Рассказываемый в нормальном темпе, вы не волнуетесь, у вас хорошо отлаженные жесты, у вас этот рассказ структурный, и более того, вы можете в рамках этого рассказа лавировать, то есть переходить. Если вдруг в середине рассказа я вас останавливаю, говорю, простите, я забыла, какое у вас образование, вы спокойно, не думая, возвращаетесь, снова рассказываете, какое у вас образование, и возвращаетесь в ту точку, на которой вы остановились. Этот рассказ должен занимать не больше 7-10 минут. 7-10. Далее, когда вы это сделали, проверили, что метрики совпали, вы берете какого-то вашего любимого, близкого человека, который вас искренне любит, при этом честен к вам, и рассказываете этот рассказ ему. И получаете обратную связь, он говорит, что еще улучшить, добавить, изменить. После того, как вы это изменяете, добавляете, выучиваете, снова, снова рассказываете ему до того момента, пока он это не одобрит. Вот когда вы это сделали, фактически вы готовы к первой, самой травматичной части собеседования. Сейчас расскажу, почему это очень важно. Вы приходите на собеседование, вы правда очень волнуетесь. Вот эти первые 10-15 минут, пока вы рассказываете о себе, в тот момент, когда этот рассказ у вас выучен, и вы о нем не думаете, вы на самом деле внутренне выдыхаете, вы успокаиваетесь. И к моменту, когда, собственно, переходит к важной части, к вопросам по собеседованию, мы о них поговорим позже, вы уже успокоились и можете на них отвечать спокойно. Более того, вы не просто успокоились, все эти 10 минут вы производите приятное впечатление на HR, потому что вы рассказываете структурно, вы улыбаетесь, у вас хорошие жесты, из вас не надо, что называется, вытягивать информацию. Поэтому, собственно, дровик тоже думает, ну смотрите, какой адекватный кандидат, я хочу с ним общаться дальше. В результате и вопросы, которые он потом задает, они мягче, они спокойнее, он доброжелательно к ней относится, то есть разговор строится лучше. То есть это дает вам возможность совершенно спокойно пройти первый самый стрессовый этап собеседования, быть готовым ко второму этапу, к вопросам, которые, собственно, будут задавать и настроить HR к себе хорошо, что чрезвычайно важно.